В этом году осенью в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В Чувашии предстоит сформировать и новый состав Госсовета. Старт предвыборной кампании дадут во второй половине июня. Глава Чувашии Олег Николаев встретился с представителями политических партий. По последним данным, сейчас в Чувашии зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий. Все они работают, кто весьма активно, кто не очень. Олег Николаев напомнил, что реализация комплексной стратегии развития региона во многом зависит от будущих депутатов местного парламента и российского. Предвыборная кампания ожидается непростой. Главное обращение к вам, чтобы мы в рамках этих больших политических событий с вами придерживались таких принципов, которые бы лежали в плоскости такой здравой конкуренции. Чтобы мы с вами привели все мероприятия таким образом, чтобы потом мы ежедневно могли друг друга смотреть в глаза, честно сказать, что мы выработали или через дискуссию предлагали максимально эффективные направления деятельности. Ну а мы, органы государственной власти, органы муниципальной власти, как и положено по законодательству, постараемся обеспечить максимально комфортные условия для того, чтобы все права ваши были реализованы. В этом году в законы о выборах федеральные и местные будут внесены изменения. Ожидается, что голосование также пройдет в три дня. Большинство ограничительных мер, скорее всего, сохранятся. Поэтому по-прежнему актуальны средства индивидуальной защиты. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Александр Цветков рекомендовал всем участникам выборной кампании вакцинироваться. Сам процесс выборов будет максимально цифровизирован. Веление времени. Партии, которые должны будут собирать подписи в свою поддержку при выдвижении, а также кандидаты самовыдвиженцы, они смогут собирать подписи. В проекте законы тоже есть. Используя единый портал госуслуг, до 50% подписей можно будет собрать именно через портал госуслуг. Будут использоваться современные технические средства подсчета бюллетеней. 132 КАИБа установят на избирательных участках Чебоксар. Сканировать подписные листы, чтобы исключить подделки подписей, будет специальная программа искусственного интеллекта. Все избирательные участки обеспечат видеонаблюдением. Дискуссия возникла по поводу трехдневного голосования. Сомнения по поводу достоверности результатов по-прежнему есть. В части прозрачности, открытости мы, безусловно, поддерживаем все те новеллы, которые предлагаются. Но вот трехдневные голосования, понимая, что это уровень федерального законодателя, и, безусловно, от нас ничего не зависит, но КПРФ всегда выступала против этого. Но, понимая, что трехдневное голосование будет принято, будем отрабатывать и стараться закрывать все участки. Самое страшное, я считаю, здесь, это информационное необеспечение. Вот то, что вы сейчас сегодня говорили, Александр Иванович, если вы об этом не будете говорить открыто, и не раз, и не только вы, и на уровне республиканской власти, что у нас будут эти камеры, у нас будет наблюдатель, у нас это будет, то, естественно, доверие избирателей к трехдневным дням будет совсем другое. Дискуссия по трехдневному голосованию, мне кажется, интересная, но я думаю, что именно для представителей небольших, малых партий это большая возможность привлечь своих сторонников на избирательные участки. Поэтому, представляя самую, наверное, крупную системную партию, хочу сказать, что мы заинтересованы в открытых, честных выборах. Прозрачность и достоверность выборов будут также гарантировать наблюдатели. Их подготовку скоро начнет штаб общественного наблюдения. Участники встречи возлагают большие надежды на современные технологии, которые позволят сделать выборы максимально открытыми.